Восемнажи тут страшные времена. Не пугай, пожалуйста. Я говорю, как есть. Они уже настают, а будут еще хуже. Потому что крышка отъезжает у всех. Это еще накопленная травма, длительная. И, учитывая количество оружия на руках, представь себе, когда народ с фронта вернется, и начнется. Места на парковке, общежития, разборки, семейные, пятое, десятое. Изменила, не изменила, дождалась, не дождалась. Ты где был, пока я под бахмутом. И это будет нечто. И в таком же положении гражданский. Поэтому это общенациональная проблема. Она усугубляется с каждым днем. Не решается фактически. Потому что нужно тысяч тридцать подготовленных психологов, которые системно будут этим заниматься. Пока сейчас все для фронта, все для победы. Я не вижу. Я несколько раз всерьез пытался поставить эту проблему в свое время. Не до этого сейчас. Разберемся. Все. Дальше есть главный принцип. Один из главных принципов в разведке психологии. Звучит он так. Все, что будет, уже есть. Это значит, что все, что произойдет потом, максимально отдаленное событие, даже через тысячу лет, уже имеет микросигналы здесь в прошлом. Потому что все же основано на единой причинно-следственной связи. И можно рассмотреть. Просто есть люди, которые видят тонкие сигналы. Есть, которые не видят. То, что происходит в сфере посттравматического синдрома, это даже не тонкие сигналы. Это кричащие, уже жирные сигналы. Давно пора это решать. Но мы очень молодая нация, которая впервые столкнулась с масштабной войной. Поэтому нам предстоит... Мы каждый по отдельности умные, а коллективно ведемся, как один большой, глупый барбос. Это касается всех от рядового до... И мы вроде как умом понимаем, что надо где-то этих психологов брать, готовить и так далее. Ну реально, ну типа... А когда, а как, а вот в каком варианте и все остальное. И... Помолчим, хорошо? Мы не готовы и не готовимся, к сожалению. Потом будем решать в правильном порядке, как обычно.